Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Рислав. Я сегодня вам расскажу немного про то, как можно взаимодействовать между сервисами, микросервисами с помощью протокола gRPC и языка Protobuf. Что я сегодня буду говорить? Я буду говорить о том, с какими трудностями сталкиваются разработчики бэкэнда веб-приложений в основном, и также кое-что расскажу о gRPC, поподробнее объясню, на чем этот протокол основан, чтобы было какое-то базовое представление. Представим такую картину. У нас есть сложное взаимодействие между микросервисами и микросервисами. В этих сервисах может быть сотни тысячи. И мы не можем предсказать, как микросервисы и сервисы общаются между собой. Соответственно, возьмем такую типовую картину. У нас есть со стороны сервиса N какой-то объект DTO, simple module, у которой есть какие-то поля. И этот сервис N дает сервис N плюс 1 по какому-то протоколу, будет протокол HTTP, MQ, JSON, XM, неважно, сервис N плюс 1. И он на своей стороне парсит входящие данные на свою модель DTO. Типичное взаимодействие. А что будет, так как у нас сервисов много, в какой-то момент времени у сервиса N плюс 1 поменялось объект DTO. То есть, как видите, вместо строки клиент нам N плюс 1 хочет получить на вход объект client. У нас вдруг возникает ошибка десериализации, которая довольно-таки сложно решается. И особенно неприятно, когда это у вас сервис, который уже в принципе уже работает, который уже на продакшен среде, и ловить такие ошибки крайне неприятно. Как обычно это решается в крупных компаниях? Мы жестко фиксируем API. То есть, если мы какое-то поле или объект задекларировали, мы потом его никогда в жизни не поменяем. Единственное исключение, что если мы новый endpoint, версию V1 делаем, мы можем лишние поля удалить. Наша модель DTO сразу становится избыточной, в нем появляется много ненужных полей, и она очень сложно понимаема и читаема. Также в некоторых компаниях есть такая же практика, что изменять API, будь то Swagger документ либо другие объекты DTO, могут только конкретные люди. Без их участия мы не сможем изменить наше взаимодействие между сервисами. Это все хорошо, однако это все человеческий фактор. Хотелось бы как-то автоматизировать этот процесс, нахождение таких багов, нахождение проблем с обратной совместимостью. Это может нам помочь язык protobuf. Что такое язык protobuf? Protobuf — это декларативный язык для описания взаимодействия нашего API. В основном по протоколу gRPC, но из него можно сделать REST контроллеры. Некоторые, я видел, используют XML схемы, для того генерируют модели для различных языков программирования, и потом уже оборачиваешь это все в XML и благодаря этой модели общаются между собой. Естественно, этот язык protobuf, в отличие от того же языка swagger open API, имеет более строгую типизацию. И также он кросс-платформенный. То есть он может быть использован так же, он генерирует контроллеры, клиенты для различных языков. Go, Java, PHP, C++, Python и так далее. Как это все работает? У нас есть моделька message. У нее есть какие-то поля. Каждое поле пронумеровано. Каждое поле имеет свой тип. Потом на основе вот этой модельки message, которая является в файле protoc, мы генерируем наш код. И вторым методом с помощью утилиты protoc мы сгенерируем код. И уже потом в нашем коде мы можем использовать данную модельку. Когда мы говорим о том, что в данном примере в отличие от... Допустим, что у модельки simple мы в какой-то момент можем удалить поле с помощью утилиты protolint. Это позволяет нам произвести статический анализ наших proto-файлов и выявить ошибки обратной совместимости. В данном примере мы у модельки simple удалили одно поле и запустили protolog статус. И потом наша программа упала и сказала, что у нас мы удалили поле, надо с этим что-то делать. Как с этим бороться? Изок протобав позволяет использовать ключевое слово reserve. То есть мы можем зарезервировать данное поле. В данном случае мы резервируем поле под номером 3 с именем таким-то. И уже когда мы пытаемся провести статический анализ кода, нас это пропускает. это является особенностью протокола GRPC. По REST клиенту, если мы хотим протобав генерировать REST клиент, у нас такой возможности не удастся. Также, чтобы еще мы хотели сделать, мы хотели проверять тип нашего API. Мы можем использовать, это уже другая утилита ProtoLint. Мы добавили какое-то четвертое поле sum string. И так как у протобав дефолтный стиль это coming case через нижнее подчеркивание, то когда мы используем другой стиль написания нашего protобав кода, нам ProtoLint выдаст ошибку. Также protобав разработан компанией Google. Он является open-source проектом. По заверению Google, во-первых, GRPC основывается на протоколе HTTP 2.0. В чем суть GRPC? Что клиент отправляет запрос к серверу, и открывается соединение по HTTP 2.0, и потом это соединение держится бесконечно долго. В настройках конфигурационных файлов я видел, что держится порядка 100 лет. И получается, когда мы открыли соединение, мы гоняем наши бинарные данные между клиентом и сервером. И по уверению Google, за счет того, что мы открыли соединение и держим соединение, у нас нет оверхеда для самого открытия соединения, у нас маленький оверхед по десериализации, и, соответственно, протокол GRPC работает быстрее, нежели HTTP 2.0. По независимым бенчмаркам можно сказать, что если GRPC как минимум в некоторых случаях действительно он быстрее работает, чем HTTP, но как минимум он никогда не проигрывает этому протоколу. То есть они могут соревноваться, в принципе, на равных условиях. Также особенно с GRPC, что он кросплатформенный. То есть его можно применить, использовать для разных языков программирования и для разных операционных систем. В чем плюс как раз-таки GRPC протокол? Ну, когда мы гоняем бинарные данные, то это, соответственно, всегда строгая типизация. По заявлению Google это производительность, но это такой себе аргумент, потому что даже если где-то есть производительность, эти плюсы производительность в нескольких миллисекунд. То есть конечному пользователю, скорее всего, такая производительность не всегда очевидна. Но факт остается фактом. Да, под Protobuf можно скомпилировать любой клиент и сервер под современные языки программирования. И также можно настроить потоковую передачу данных, тем самым можно использовать реактивное программирование и так далее. В чем минус GRPC? Протокол GRPC относительно новый и не так обкатан, как HTTP. И зачастую мало, если вы используете какую-то особенную библиотеку, в вашем коде, у вас могут возникнуть проблемы интеграции с вашей малопопулярной библиотекой с этим протоколом. Также данные со всем человеком в формате не так удобно, как в HTTP. В HTTP что вы сделаете? Вы откроете Postman, бьете JSON, все читаем в виде, отправите в строку и получите какой-то ответ. В GRPC нужно диссерилизовать ваши данные и как-то вывести вам. И длинные запросы – это один из минусов в том плане, что когда у вас есть несколько репликных сервисов и вы используете балансировку, то когда вы используете GRPC протокол, у вас эта балансировка на уровне HTTP будет отсутствовать. Для этого нужно использовать Service Mesh, таких как Istio. На самом деле интеграция Istio и GRPC – это отдельная тема о том, как надо его использовать. Есть очень много докладов на этот вопрос, мы этого касаться не будем. Но факт том, что когда вы используете протокол GPC между вашим серверным приложением, вам нужен этот Service Mesh Istio. Без него вам будет сложно. А это, соответственно, удорожание поддержки вашей микросервисной архитектуры. На этом все. Спасибо за внимание. Может, у вас есть вопросы? Спасибо большое, коллеги. Вопросы, пожалуйста. Работает? Конфлексей Базальциспо. Чем обусловлен выбор GRPC? Может, в конкретном проекте? Почему бы вы не взять, например, WebSocket или REST? Потому что для нас с точки зрения микросервиса, микросервис – это некая черная коробочка, которая должна выполнять некий контракт. Этот контракт должен быть где-то описан. WebSocket точно сразу же не подходит, потому что там особенное взаимодействие. Вот REST. Естественно, аналог – это OpenAPI либо Swagger. Там являются некоторые особенности взаимодействия. Для каждых языков программирования OpenAPI довольно-таки сложные. И мы не хотели привязываться конкретно какой-то либо реализации генерации кода OpenAPI. А GRPC мы просто взяли, буквально за один день создали MVP, все работает. И, в принципе, в нашей архитектуре мы можем использовать и Go, и Java, а для генерации документов даже используется Node.js. А еще вопрос – у вас, получается, real-time в основном используется, да? Да. Ну, смотрите, у меня был точно такой же кейс в одной компании, в которой я работаю. Так, давайте в куларах уже детали, да? Просто мы использовали там WebSocket и получалось… Ладно, все. Нет, я говорю, что все можно использовать, но просто для каких-то… мы не хотели затачиваться под конкретную реализацию библиотеки и конкретную реализацию языка. Так, еще вопросы есть? Спасибо вам большое. Спасибо.